Этот день в Волгограде провел директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов. Рабочая поездка в канун Дня защитника Отечества началась посещение главной высоты России. Главком Росгвардии и губернатор Волгоградской области возложили святы к вечному огню в зале воинской славы. Виктор Золотов оставил в книге памяти запись и поблагодарил коллектив музея-заповедника за вклад в дело сохранения исторической памяти. О том, что в Волгоградской области выстроено конструктивное взаимодействие с силовыми ведомствами, шла речь на межведомственном совещании, которое провел Виктор Золотов. Участие в нем приняли губернатор Андрей Бочаров, заместитель полпреда, президента в Южном федеральном округе Леонид Беляк, заместитель главы Росгвардии. Центральной темой стала подготовка трех городов Юга России к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Это Волгоград, Ростов и Сочи. По видеосвязи в обсуждении участвовали представители двух соседних регионов, а также специалисты Минспорта России, Оргкомитета России 2018, главы территориальных управлений силовых ведомств. Важнейший вопрос обеспечения безопасности в период Мундиаля. Уже введены в эксплуатацию международные пассажирские терминалы аэропорта, построены три новые гостиницы, завершено строительство, ряд объектов коммунального хозяйства, реконструированы спортивные сооружения. Безусловно, важнейшим аспектом эксплуатации всех этих объектов является интерес обеспечения их надлежащей безопасности. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Васильевич Устинов на недавно проведенном совете в аппарате полупредства особо заострил требования предельной эффективности взаимодействия и координации всех органов и служб. Уже сегодня необходимо объединить усилия всех силовых ведомств, в первую очередь ФСБ, МВД и Росгвардии, их территориальных органов, наладить устойчивое взаимодействие с органами исполнительной власти всех уровней для слаженной и чёткой работы по выявлению возможных угроз в ходе проведения чемпионата мира по футболу. В Волгограде завершено строительство и модернизация всех основных объектов чемпионата. Некоторые из них проходят этап пуска-наладки. К сдаче готовится Волгоград-арена. Идёт подготовка кадров, которые в дни мирового первенства будут обеспечивать безопасность на транспорте и спортивных площадках. В городе-герое Волгограде завершены строительства и модернизация основных объектов чемпионата, дорожных, коммунальных, инфраструктурных, спортивных, транспортных. Ряд объектов находится в режиме пуска-наладки. На завершающей стадии находится строительство стадиона Волгоград-арена. Вопросы безопасности, Виктор Васильевич, участников, зрителей и гостей чемпионата являются для нас приоритетными. Они решаются в тесном межведомственном взаимодействии с региональными управлениями Федеральной службы безопасности, ВД России, Росгвардии, МЧС России и другими заинтересованными службами. Вопросы безопасности рассматриваются комплексно. Учитывается, передаю опыт, прежде всего проведения Олимпиады в 2014 году и других международных соревнований.